Привет! Главная новость недели, конечно, радиоактивная. Европейские исследователи обнаружили повышенный уровень рутения-106 в атмосфере и предположили, что выброс произошел на Южном Урале, видимо, на предприятии переработки ядерных отходов «Маяк». Несложно предположить реакцию российских властей на это сообщение из Европы. Реакция ведь всегда одна и та же. Это не мы. Это не мы. Эту фразу нужно добавить отдельной строчкой в государственный гимн или прямо на герб. «Славься, Отечество наше свободное, а если кто спросит, то это не мы». Эту фразу мы научились отвечать чуть ли не прежде, чем нам что-то предъявят. Европа только набрала воздуха в грудь, чтобы нам что-то сказать, а Россия уже заявила, что мы тут ни при чем. Но это только первая российская стадия принятия неизбежно. Потом всегда следует продолжение. Да, это мы, но мы не виноваты. Да, мы виноваты, но вы тоже. Да, вы тут ни при чем, но это все равно было безопасно. Ну, это было опасно, но не очень. Очень. Но никто не пострадал. Пострадал, но не умер. Умер, но мы не скажем кто. Да, этот тоже умер, но не ваше дело. Да все так делают. Вы посмотрите на себя. С аварии на маяке мы сейчас находимся где-то в середине этой схемы, но плавно и уверенно движемся вперед. Пока пресс-служба маяка и Росатом по-прежнему заявляют, что все нормально, а СМИ сообщают, что над Уралом идет, внимание, безопасный рутениевый дождь. Конечно, что такого опасного в рутениевом дожде? После него вот такие яблоки в ноябре. Впрочем, зачем все время о плохом? Возможно, именно мутация позволит нашей стране наконец-то вырваться вперед в современных технологиях. Да, китайцы собирают айфоны очень быстро, но мы можем собирать шестью руками. Возможно, и спортсменов перестанут наконец-то травить мельдонием, если они получат силу Халка и скорости флэша. Тем более на Урале такая разнообразная фауна, человеку там есть куда развиваться, в смысле радиоактивной эволюции. Да, это все довольно неожиданно, ну то есть я, конечно, знала, что у России особый путь, но никогда не думала, что это путь человека-куницы. Отличился и главный онколог Челябинской области. Он заявил, что рутени не является чистым канцерогеном и посоветовал спасаться от радиации пивом и футболом. На первый взгляд странный метод, но если смотреть, как играют наши футболисты, то ты действительно скорее умрешь от инфаркта, чем от онкологии. Так что в какой-то мере врачи прав. И если вы думаете, что это какой-то плохой онколог, то у меня для вас есть интересные новости. На этой неделе Рамзана Кадырова назвали почетным онкологом страны и наградили медицинской медалью за выдающиеся заслуги в онкологии. Да, того самого Рамзана Кадырова, который глава Чечни. Напомню, что первого русского от онкологии Рамзан Кадыров вылечил еще в 16. Да, у него тоже своеобразные методы. Хорошо все-таки в России лечиться от рака. Если тебе не понравилась методика лечения футболом, можешь получить второе мнение у Кадырова. Врачи все равно пишут непонятно. Ты даже не заметишь, что рецепты на чеченском. Я уверена, крайне эффективна будет и его знаменитая дистанционная программа по борьбе с онкологией. Если ты заболел раком, извинись предпочетным онкологам через инстаграм и больше никогда так не делай. А еще хорошая новость на этой неделе была про полковника Захарченко, у которого, если вы помните, при обыске было изъято несколько миллиардов рублей. Оказывается, всю домашнюю бухгалтерию вела его мама-учительница математики. Ручкой в тетрадке, в линеечку. Вы спросите, почему в линеечку? В клеточку же удобнее. Но знаете, и тетрадь в клетку – дурной знак. Ну и потом, какая была, такую использовали. Купить тетрадку, когда ты коррупционер – это не так просто. Ведь ты приходишь в магазин, а у тебя всегда только пятитысячные. Подсчеты при этом велись реально в столбик. Оно и понятно. Дело в том, что суммы семейного бюджета полковника Захарченко не помещались в калькулятор. Но вообще очень интересный семейный бизнес и распределение обязанностей. А говорят, что учителя сейчас не в почете и мало зарабатывают. Да если каждую учительницу пристроить коррупционеру, сразу поднимем Россию с колен. Хорошее начинание. Молодец, полковник Захарченко. Садись в пять. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю.